Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я отвечу на некоторые ваши вопросы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, первый вопрос. Скучно ли мне в Турции без подруг? Отвечу так, что когда я переехала сюда, конечно, я волком взвывала просто. Мне было очень скучно, одиноко, муж постоянно на работе, я одна. Вот это вот, ну, во-первых, и так, да, чужая страна, все вокруг чужое, еще не с кем пообщаться. В общем, было очень мне скучно и грустно. Я вообще, конечно, очень переживала по этому поводу. Но переживала я недолго, так как потом я очень быстро забеременела, и мне, честно сказать, было не до этого. Вот, периодически, конечно, у меня возникали такие потребности, да, мне хотелось общаться, мне хотелось... И причем мне хотелось общаться именно с русскими. То есть мне хотелось именно что-то свое родное, русскоговорящее, да, у меня муж разговаривает на русском языке, но муж работает и не может, да, проводить со мной постоянно время. Да, он работает, приходит вечером с работы, мы куда-то идем там, но это все равно не то, да. И я, конечно, очень переживала и хотела, но мне не везло. Я уже как-то говорила об этом по поводу, можете посмотреть эти видео, я оставлю ссылки внизу по поводу подруг и всего остального. Вот, но сейчас, на данный момент, я вообще об этом не думаю ни капельки, мне абсолютно уже, как бы, скажем, все равно, есть они или нету их, потому что у меня дети, у меня свои заботы, хлопоты, и у меня, я, можно сказать, 24 часа в сутки занята, у меня то-то, то-то, там, и какие-то и домашние дела, и какие-то связанные с детьми, и свои какие-то дела. Поэтому я даже, если бы и были подруги, то я думаю, что я не так часто бы с ними могла встречаться, потому что у меня действительно все мое время достаточно забито. А когда у меня есть свободное время, я всегда нахожу, чем мне заняться, чем занять себя, я занимаюсь вот ютубом, общаюсь, и мне это очень доставляет много удовольствия и радости, поэтому я такого прям не ощущаю, что я такая бедная несчастная, сижу, грущу, нет. Конечно, когда девочки приезжают, и у них там не детей еще пока, они там еще не адаптировались, конечно, им намного тяжелее, и они хотят общения. А когда дети, муж какая-то уже, ты живешь не первый год в стране, ты уже об этом просто не думаешь. Я, конечно, не против, если бы была какая-то подруга или две или три там периодически встречаться, но жесткой потребности, прям, что я аж, нет, такого у меня нет. У меня мои лучшие подружки, это мои доченьки, мой лучший друг, это мой муж, с которым мы общаемся на любые темы, который меня поддерживает во всем. Я поддерживаю его, поэтому такой необходимости нет. Следующий вопрос. Где родились мои девочки? Мои девочки родились... Эджирюшка родилась в Турции, а Ирадочка родилась в России. Но скажу честно, что я хотела и Эджирин рожать в России, я уезжала в Россию рожать её на, по-моему, тринадцатой неделе, но на двадцать восьмой неделе мне по некоторым обстоятельствам пришлось увернуться, и поэтому я рожала её в Турции. Вот. Но хотела рожать в России, потому что были на то причины, и мне хотелось всё-таки в России. Но вот так получилось, что Эджирюшка у меня турчанка с рождения, а Ирада у меня с рождения русская, потому что родилась она в России. Вот. И поэтому, кстати, у Эрадочки и турецкое гражданство есть, и русское, а у Эджирюшки только турецкое. Поэтому, если когда-то я захочу сбежать, схватить детей, то Эрадочку, возможно, я смогу вывезти, а Эджирюшку уже, наверное, нет. Почему я учила именно китайский язык? Мне задавали несколько раз этот вопрос. Потому что я с Владивостока, с Приморского края, кто понимает в географии, да, у нас это очень популярно. У нас только, наверное, ленивый не идёт изучать восточные языки. У нас это очень популярно. И на тот момент, когда я училась в школе, как раз такой пик был, что очень много людей учили восточные языки. Это было, скажем так, даже модно, учить языки. И все видели в этом перспективу, и я тоже. Я какое-то время хотела жить в Китае, работать в Китае. Мне очень нравилась эта страна, мне нравилось всё, что с ней связано. И поэтому, соответственно, я поступила в восточный институт на отделение китайский язык. И с удовольствием училась, и даже работала по специальности. Но потом так получилось, что меня совсем в другую сторону занесло. Если бы знала, учила бы турецкий. Но у нас, кстати, нету. Ну, не было, по крайней мере, на тот момент. Не знаю, как сейчас. Но учила я китайский, да. И, кстати, я не сама... А, даже я чуть-чуть вам тут неправду говорю. Вообще я не сама дошла до того, у меня пошла подружка учить китайский язык. И я заинтересовалась и тоже захотела. Я сначала ходила на курсы, а потом уже поступала. Ну, и, конечно, если бы мне не нравилось, я бы этого не делала. Но, в общем, мне понравилось, и я тоже заинтересовалась. Я, кстати, до сих пор вот вспоминаю, когда что-то смотрю, или это пытаюсь даже вспоминать какие-то фразы, какие-то слова. Ну, да, может быть, когда-нибудь я сяду и опять попробую повторить всё. Ну, так, для себя. На самом деле очень интересно. Особенно мне нравилось писать иероглифы. Вот. И, кстати, до сих пор могу писать иероглифы и много помню. Ну, конечно, я уже навряд ли так прям смогу там хорошо что-то, но там поговорить, что-то там так в тексте посмотреть, понять смысл я смогу. В общем, вот так ответила, я думаю, на ваш вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!